Добавил субтитры DimaTorzok И посчитал. На данном канале Григорий Ющенко появляется уже в восьмой раз вообще и второй раз подряд. Но сегодня повод есть. 24 апреля 2018 года студия Гриши Техномеханика ликвидировалась. И по сути с этого момента началась эдакая перестройка всего его творчества. Хоть не везде это видно. Про то, что такое Техномеханика, есть PDF-файл с его подробной историей по ссылке в описании. Моё же отношение к ней несколько двоякое, но само творчество ТМ как минимум заслуживает внимания. Надо сказать, что при подготовке этого ролика я совершил самый настоящий подвиг и прослушал всю дискографию Техномеханики. А она у неё, мягко скажем, не маленькая. И эту подборку я составлял чуть меньше года, чтобы всё прослушать и уж точно для себя определить лучших из лучших. И в этом видео, приуроченном к годовщине ликвидации студии Техномеханика, я хочу предоставить вам свой собственный список из 10 лучших песен за всю историю существования Техномеханики. Опять-таки всё основывается на моём мнении, на моих вкусах, ну и на моём же музыкальном слухе. Ну что ж, не будем тянуть и начинаем. Но прежде чем мы начнём, позвольте задать вам один вопрос. А вы знаете, какой самый надёжный в России букмекер? Никакой, блядь, таких нет. Нашу десятку открывает песня, которая попала в этот рейтинг, ну, скажем так, от ощущения полного отчаяния. Объясню далее, а пока название. Тишина. И может где-то будет последний звонок, И все уходи назад, а внерёк, И только они соединят сердца, Людьми не будет конца. Композиция является большим посвящением мультсериалу «Жаркое лето», жанре аниме с элементами хентая. Поклонникам Техномеханики не нужно объяснять, как Гриша любит и первое, и второе. А теперь, что касается полного отчаяния, о котором я сказал ранее. Данная песня в этом топе нужна была, чтобы тупо замкнуть десятку. Недостающий элемент пазла, если угодно. И если есть за что эту песню поругать, так это за откровенную халтуру в плане стихов. Первые две строчки первых двух куплетов практически полностью идентичны, а в них рассказывается о двух главных героях разных полов. Ну серьезно, хоть бы синонимы использовали что ли. Второе – это вся история, рассказанная в песне. Я серьезно пытался найти полный сюжет упомянутого ранее аниме и потерпел неудачу. Но, как мне кажется, эта песня просто огромнейший спойлер для тех, кто услышал ее и захотел ознакомиться с первоисточником. Как-то не камильфо получилось, по-моему. И ты спросишь, есть ли в этой песне столько минусов, почему она в топе лучших? Что в ней хорошего? А хорошее здесь – это только сам инструментал, который, в общем-то, неплохой. Это то, что в песне хочется слушать больше всего. И порадовал также бэк-вокал на припеве, при том, что тот, кто на нем находится, поет не лучше, чем я. Ну, мне так кажется, по крайней мере. В общем, песня очень недурная, но свои заскоки есть. Итого, десятое место. Девятое место. И первая, но далеко не последняя песня с альбома «Политбюро». Здесь у нас конкретно трек за номером шесть и под названием «Предчувствие беды». «Предчувствие беды» – такая своеобразная песня типичного россиянина, который видит лишь серость в атмосфере и в людях, и стремится к свободе, и находится, как уже понятно, в предчувствии беды. Песня лично меня зацепила больше всего тем, как подается вокал, который рассказывает историю. В этом моменте вокал звучит, как будто это какой-то жизненный лозунг и выплескивание о наболевшем через край. Помимо всего прочего, мне понравился момент, где в конце почти каждого куплета есть такой, я не знаю, тяжелый выдох или что-то вроде того. Ну и, честно говоря, больше о песне мне нечего сказать. Но плохого точно. Песня хоть и обычная в совокупности, но актуальна и сегодня. Восьмое место и песня, которая является своеобразным спин-оффом предыдущей. Да, тема у них общая есть в некотором смысле, но рассказывает она несколько о другом. Вот не зря я сказал, что песни по тематике схожи. Только вот в отличии от ПБ, Эго-Ц мне нравится больше за счет своей более мрачной аранжировки и атмосферности в целом. Если судить по истории ТМ, то можно прийти к выводу, что эгоцентризм – это автобиографическая песня, так как Гриша по ходу всей своей жизни эгоцентрист. Чем еще примечательна для меня данная композиция, так это тем, что она стала для меня что-то вроде упражнением в вопросах ремиксов или создании других аранжировок. Когда я стал глубже знакомиться с музыкальной индустрией в целом, я обнаружил, что заглавные мелодии эгоцентризма схожи с песней, опять-таки, группы Металлика Hardwired. И нет, я не собираюсь в очередной раз обвинять Гришу в плагиате. Ну, хотя бы потому, что песня Гриши вышла аж на три года раньше, чем Hardwired. Но ассоциации так бы и остались в моей голове, пока в нее же мне не пришло пойти еще дальше и смешать эти две песни. При том, что текст Гриши на песню Hardwired ложится прям идеально. Что из этого вышло, вы узнаете в ролике по ссылке в подсказке. Ну, а я говорю Грише спасибо за этот опыт и за песню «Эгоцентризм». Ну, а мы идем дальше. Хапнули остросоциалочки и теперь давайте немного расслабимся и послушаем нечто простое, ироничное, но не менее крутое. Седьмое место. Подполковник-эгоист. 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 Песня пошла в альбом 2015 года выпуска «Осколки зеленых снов». Альбом, как и песня, были написаны Грише еще во времена службы в армии. Сама песня основана на реальном человеке, а именно на местном комбате, к которому, как я понял, Грише относился с неодобрением и, скажем так, записал на него дисс, рассказав о наболевшем. Через два года после выхода песни комбат скончался. А еще через два года самому Грише стало стыдно за эту песню. Ну а так, если отбросить личностные факторы в сторону, хочется сказать, что песня в плане стихов работает и без привязки к вооруженным силам и отдельным его представителям. Музыка весьма бодрая, хоть и строится вокруг одного уж извините рифа, но пышет добавками. И вместе с этим она буквально-таки светит чем-то веселым и забавным. Как итог, седьмое место. Интересный момент. Следующая композиция мне нравится, она хорошая, но вот прям в подробностях объяснить, почему она именно такая, у меня, честно говоря, не получается. Но я попробую. Шестое место. Цинизм. Это та самая песня, которая появилась в рубрике «10 примеров плагиата в музыке». Конкретно во втором выпуске. Но это не отменяет того факта, что песня хороша. Одно из лучших вступлений среди песен ТМ. Интересно, сделанный проигрыш, где звучат имитации телефонных звонков. Единственное, что меня, можно сказать, тревожит, это то, что вместо вокала звучит монотонный, даже не речитатив, а что-то ниже этого. И при том не всегда в такт. Но, как я уже говорил, хорошая заглавная мелодия – это то, что заставляет слушателя восхититься и мотивирует слушать дальше. Остальная часть в целом неплохая, но вот интро – это прямо очень круто. И своим попаданием на шестое место она обязана в основном этому. Пятерку лучших открывает песня, благодаря которой я и познакомился с творчеством техномеханики. И полюбил ее с первого прослушивания. Экспериментатор. Как уже понятно из названия, речь в песне идет об ученом, который весь такой серьезный и думает, и говорит только на серьезные темы. Но, вот есть но. Песня, несмотря на то, что она мне нравится, получилась, ну, слишком бесхитростной. Глядя на более поздние Гришины работы, хочется сказать, что эта песня, ну, слишком простецкая, хоть и хорошая. Но, как мне кажется, Экспериментатор – это скорее как музейный экспонат, поэтому я отношусь к нему с уважением. Да и клип на нее хоть и такой же обычный, но за счет наличия в кадре железнодорожных путей и, соответственно, поездов, он выигрывает в плане моих симпатий. А еще стоит сказать, что когда я услышал этот фрагмент, я очень долго смеялся. Но, тем не менее, пятое место и идем дальше. Какая мелодия, а затронутая тема, а какой мощный припев. Довольно слов. Четвертое место – Синтипоп. Название говорит само за себя. И, по сути, рассказывает про то, какую Гриша музыку пишет. Блин, как будто за 10 лет этого никто не понял. Песня остро-социальна. Говорит хоть и о банальных, но все еще актуальных вещах. А припев какой? Ну, это надо слушать, конечно. Помимо всего прочего, песня является оппозицией к современной мировой музыке. Ну, вы знаете эти знаменитые стереотипы. Типа, нынешняя попса – фигня, а Синтипопа – это вещь. Для того, чтобы понять, что данный аргумент не работает, рекомендую пересмотреть обзор на Гришин сольный альбом «Письмо в литературный клуб Доки Доки». Правда, мою положительную оценку пошатнуло не сколько этот избитый стереотип, сколько клип на нее. И подкосили ровно две вещи. Во-первых, в клипе помимо Ющенко и его массовки показывают различные кадры с теми, кого он презирает или что он презирает. Я, конечно, все понимаю, но Светлана Лобода здесь откровенно лишняя. Во-вторых, это сама массовка, которая не попадает в такт произведения и «играет» с максимально незаинтересованными лицами. Насрать. Хрен с ним с синтезатором, но вот барабаны… Ну да ладно, достоинств у этой песни больше, она все равно добротная и находится на заслуженном четвертом месте. Мы подобрались к тяжелой артиллерии. И на третьем месте песня, которая в эту самую тройку лидеров попала, ну, буквально-таки в распоследний момент. Далее я объясню почему. А пока название. Телевизор. Не буду долго тянуть. Объясняю, почему она попала сюда в последний момент. Песня, на мой взгляд, обладает лучшим вступлением среди всех песен техномеханики. И дело в том, что заглавная мелодия практически идеальный претендент на хорошую песню в жанре хэви-метал или даже трэш-метал. И Гриша после этого мне говорит, что он в металле не разбирается. Ага, конечно. Ну да ладно. Песня и во всем остальном отличная. Хоть и изобилует, опять-таки, банальной остросоциалочкой. Но инструментал качает и даже сильно. И в этом плане Гриша совершил практически невозможное. Песня в жанре синьки-поп заставила качать головой человека, предпочитающего тяжелую музыку. Браво! Как итог, заслуженное третье место. Серебро отхватила самая старейшая песня данного рейтинга. Вышедшая еще в те времена, когда эммы были на пике популярности. И посвящена она нашему с Гришей общему увлечению. И в отличие от самого Гриши, я этим увлечением уже давно не занимаюсь. Телекомпания Вид. Как нетрудно догадаться, песня вышла аж в 2007 году. И на сегодняшний день она существует по меньшей мере в трех разных аранжировках. Но я предпочитаю ту, что вошла в альбом «Мир аниме» 2009 года в рамках проекта «Русский богатырь». По телекомпании Вид Гриша фанатеет не меньше, чем от «Хентая». Поэтому я не удивлен, что эта песня вообще имеет место быть. Но я был приятно удивлен тому, что содержит в себе эта песня. Хоть это и четыре ноты на весь трек, но вот текст получился, ну, довольно-таки изобретательным. Особенно порадовал второй куплет и даже кусочком первый, в котором в качестве рассказчика истории служат названия телепрограмм производства телекомпании. А именно «Поле чудес», «Час пик», «Звездный час», «Угадай мелодию», «Один на один», «Жди меня» и «Как это было». Ну и, разумеется, крутой перепев, который, кстати, был написан под вдохновением от песни группы «Провода» под названием «Прокино». Когда мне больно, когда мне темно, я слушаю громко группу «Кино». Когда нам больно, мы ловим веселый миг, садимся на тиван и включаем телекомпанию «Вид». И наверняка многие из вас скажут, что, мол, эта песня на столь высоком месте исключительно за счет ностальгии, но нет. Во-первых, по виду я не ностальгирую уже давно. Во-вторых, песня хороша и без привязки к Ельцино-Морде. Так что посыпем эту песню серебром и движемся к завершению. И прежде чем назвать абсолютно лучшую песню за всю историю существования техномеханики, отдельного бонусного места удостоилась песня, автором которой является вот этот вот товарищ. То есть эта песня по сути кавер. И мало того, что это просто кавер, так он еще и оказался лучшей оригинала. Я верю. Да-да-да, вам не послышалось. Сам Гриша, что называется, снизошел с небес и запилил кавер на песню от человека с отсутствием таланта и вокальных данных. Но обо всем по порядку. Оригинальная композиция вышла в 2017 году аж в двух версиях. Первая версия появилась в виде ролика, в котором я просто напевал текст с экрана и играл всего два аккорда на всю песню. Зрителям это пришлось по душе, да я и сам радовался тому, что вышло, пусть и в сыром виде. Но меня не покидало ощущение, что ее можно доработать с басом, с барабанами, ну и так далее. Ну в общем, сделать полноценную версию. И через три месяца мир ее увидел. И я, естественно, отправил ее Грише, чтобы тот дал наставление и высказал свое честное мнение. И вот что он сказал. Диман, если отбросить то, что ты сжато поешь немножко, в твоем голосе чувствуется какая-то, знаешь, сжатость. Если отбросить то, что ты переборщил с шумоподавлением немножко... Блин, песня вышла охренительно просто. Слушай, я ее хочу перепеть. Честно, я хочу ее перепеть. Ну что, пацан сказал, пацан сделал. И его версия вышла на альбоме «Путь в никуда». И этот кавер, ну просто вышка. И дело даже не в том, что на мою песню кто-то в принципе сделал кавер. Гриша был не первый. А в том, что поставленную мной же самому себе задачу Гриша выполнил и довел до совершенства. Если кто слышал оригинал, тот обратил внимание на стилистику и атмосферность произведения. Ибо по звучанию это группа кино в чистом виде. Но Гриша, который фанатеет от Суэ не меньше, чем я, сделал эту песню тоже в стиле кино. Но он воссоздал это звучание вплоть до подробностей. Чтобы вы понимали, в кавер-версии звучат мои гитарные дорожки из оригинала. Но вот ее концовка с перегруженными гитарами – это не я играл. Это все самим Григорянским сделано с нуля. И такая фишка у группы кино тоже часто бывала. Как итог, это лучшая переделка моего творчества за все почти 10 лет. Но и грех здесь не отметить бывшую поэтессу Анастасию Лопатину, стих которой лег в основу песни. Весь первый куплет – это ее, а остальные два – это уже я додумал. Насте и Грише большое спасибо. Я верю в чистую любовь, даже в святи чужих, что градус глоб и страха вновь, незаметно затих. Вот вы знаете, в личных переписках и вот в разговорах я нередко называю Гришу гением. То в шутку, то всерьез. И эта песня является прямым ответом на вопрос, почему я его так называю. Во втором случае. Первое место. Серые люди. Еще одна песня с альбомом «Политбюро». Я не буду стесняться своих выражений и скажу, что песня получилась просто потрясающей. Есть, конечно, определенные моменты, помешающие восприятию. Например, одна мелодия на всю песню, но сука, как она охренительно звучит. Вообще стоит отметить, что каждая дорожка в песне звучит великолепно и грамотно дополняет другие. И причем звучание получилось довольно замысловатое, и она далеко выходит за рамки синтипопа. А атмосферность, она буквально пронизывает тебя до косточек. Атмосферность легко заставляет тебя абстрагироваться от внешнего мира и почувствовать себя в другой вселенной. И это, знаете, вот тот редкий случай, когда Гришин вокал здесь совершенно не уместен, ибо инструментал прекрасен сам по себе. И да, хоть убейте меня, но любая вокальная линия, неважно кем исполненная, она здесь вообще смотреться никак не будет, и красоту инструментала она не перебьет никоим образом. Возможно, просто песня попала в мое настроение и очаровала, но менее гениальной она не стала. Как итог, заслуженное первое место. Ну а на сегодня все. Слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы и играйте в хорошие игры. Чао-какао, господа! Чао-какао, господа!